Привет всем голодным и сытым! Меня зовут Коля, рядом со мной моя дочь. Я. Мы живем в Корее, добро пожаловать на мой канал. Сегодня в ролике мы для вас попробуем три самых острых рамена. Ну что, погнали смотреть, что у нас за рамены подготовлены к этому видео. Этот рамен, все знают, называется он так покумен. Это самый острый рамен, так считал я. До того, как мы в магазине встретили вот этот рамен, который называется пульмауан. Что в переводе означает огненный дьявол, представляете? И в соус этого рамена входит самый острый перец, сорт перца в мире. По-корейски этот сорт перца звучит следующим образом. Кэролайна рипо, а по-русски это каролинский жнец. Один перец приравнивается к 150 острым перцам корейского сорта. Блин, ну вот этот корейский перец, он острый. А тогда и этот, я вообще не знаю, а? Ну плюс здесь там всякая информация по остроте перца. Так, углубляться не будем. Но это самый острый рамен в мире, как здесь указано. Сегодня мы это попробуем. Я это есть не буду, я возьму менее острый, потому что я острый переносить не могу. Но ради вас почему бы нет, тем более когда голоден. И последний это вот такой рамен. Называется он тимсэ рамен покмён. Он тоже идет как второе блюдо. То есть все вот эти три рамена тестируемые, они все как второе блюдо. Что я могу про этот рамен сказать? Я его не видел до сегодняшнего дня. Это, видимо, какая-то новинка, и поэтому на него сейчас большие скидки. То есть мы купили там 4 штуки буквально за 3000. Когда острые рамены обычно продаются вообще без скидок. И средняя стоимость пачки острых раменов из 5 штук или 4 штук составляет около 4,5 доллара. Судя по рекламе на упаковке, внутри добавлены красные рисовые брусочки. То есть сток. Ну что, ребята, наша кастрюлька уже стоит на госплите. Буду я варить поочередно, так как кастрюлятно. Вот, начну я с этого рамена. Я, кстати, его пробовал, но для меня он был вообще невыносимый. Я его не мог есть. Но Вероня, Вероника, сестра Вики, Антон, брат Вики, ели его вообще просто, знаете, их было не оторвать за уши, скажем так. До чего им понравился этот вкус. Ну, говорят, что вначале он острый, но потом, как проходит эта острота, ты привыкаешь к этому вкусу. Вода закипела, добавляю лапшичку. Варим 5 минут. Прошло 5 минут, и теперь нам нужно слить воду. Воду не всю сливать, а оставить примерно 8 столовых ложек. Интересно, как это вообще производители? На глазах? О чем он думал, когда писал такое? Как там измерять, блин? Ну, короче, оставляем немножко водички, добавляем специи, и потом в течение полминуты еще жарим эту лапшу. Я оставил вот немного воды. Добавляю кунжут. Это семена кунжута и кусочки морской капусты. Также добавляем этот вот огненный соус, эту фишечку этой лапши. И сейчас, кстати, этот соус продают уже отдельно в бутылках. Что, реально? Реально, да, для тех, кто любит экстра острые, они покупают. Первая лапшичка готова. Сейчас будем готовить вторую и третью. Сейчас у нас будет готовиться второй рамен. Пульма-1. Здесь внутри лапша тоже квадратной формы. И вот такой вот пакетик с соусом. Уже пугает, да? Эту лапшу мы уже сварили, и я добавил... Я думал, что это соус, но, как оказалось, это всего лишь специи. Все, я варю последний рамен. Тимсей рамен. Внутри было два пакетика. Один с соусом, а другой, видимо, там с сублимированные овощи. Та-дам! Вот! Готово. Три наших рамена. И это с перцем. Смотрите, здесь мало соуса, потому что здесь были просто сухие специи вместо соуса. Это стандартный. Пультак погумен. А этот уже новый, который мы сегодня купили. Здесь лапша, кстати, толще, чем обычно. Этот, мне кажется, менее острый, и поэтому он достается самой младшей. Пожалуйста. Вика будет есть самое острое. Да, не сомневаюсь. Ага. А я вот так погумен. Я до этого уже его пробовал есть, и, честно говоря, у меня не получилось. Я не смог его съесть. Но сегодня я надеюсь, что я это сделаю. Начинаем? Начинаем. Короче, я ваши рамены пробовать не буду, чтобы опять меня не материли. Хорошо? Сами кушайте. Не просите меня, чтобы я пробовал ваши. Она уже вся разбухла, блин. У меня что за рамен? Самый горький. У тебя, который в дьявольский рамен. Дьявол у меня? Вот этот дьявол. О, блин. И в прошлый раз, когда мы делали вот этот пук-тах-кок-лмён, мы водичку не оставляли, да? Поэтому в этот раз он не такой острый. Тебе повезло. У меня язык горит. Это прям огненный, блин. Я дождусь, пока он мне придет. Ну, как говорят же, эта горечь проходит, а потом раскрывается весь вкус этого острого соуса. Ну, этот соленый какой-то. Соленый? Почему-то. Угу. А у меня, кажется, он такой прям страшный. Тебе повезло. У тебя что, острый, что ли? Я попробую. Ничего себе, как все захватались. У тебя лапша змеет толстый. Знаешь, у нее такой вкус? Немножко барбекю, что ли, такого шашлычного, да? У меня салоны прям невозможно. У тебя соус вкуснее, Лера. Сейчас я приду. Одна уже ушла. Вторая пьет виноградный сок. Один я пока ничего не пил. Хотя, язык горит. Я сейчас сдохну. Говорят, молоко надо пить. Давай молоко. Тащи молоко. Все, план Б, тащи молоко. Вначале вроде было не остро, а потом как резко стало вдруг остро. У меня язык горит, рот горит. Я прям похож на ту курицу, которая изображена на упаковке. С открытым, горящим ртом. А у меня этот острый соус в самом начале, когда облизнешь это. Надя, молоко. Ло попил молоко, и вообще не остро. А у меня только немного перестало. Мам, мне молоко. Молоко помогает? Да, помогает. Зато мы сегодня снимем стресс. Вот с Рейдой. Мне чувствую себя как Гунгук стали. Я вообще изначально думал, что буду есть красиво. Но оказывается, когда все горит во рту, красиво есть не получается. Я вот не знаю, блин, стоит ли это есть дальше или нет. Конечно, стоит. У меня сейчас плохо просто. Полтора доллара за лапшу отдали. Я еще свитер надела. Наверное, не надо было наделать. Майкотенька, гля. Купальник надо было надеть. Хоть я и не люблю молоко, но в таком случае я люблю. Не запивая водой, ты еще хотел. Давайте не будем запивать. Ага. Да. Вначале вроде нормально все было. Но при всем этом, мой рамен, Пультак Покумен, занимает по продажам седьмое место в 20-м году. Представляешь? Среди всех раменов. Шин рамен, кстати, самый популярный по продаже. Он на первом месте, чин рамен на втором месте. А я же почти все съел. Веря, а ты как думаешь? Сейчас будут по-любому такие комментарии, что зачем вы даете ребенку острое? Ага. Ребенку нельзя острое еды. Ну, она острое любит, ест. Ну, и каждый день же она не ест. Это только сейчас. Ну, вот такое она, да, часто не ест. Это мы сейчас вот в первый раз за долгое время съем. Она любит обычный рамен, там, шин рамен или чин рамен. Да, но они не такие острые, всякие, а это же прям огненный. Все горит. Прямо как дракон. Да, стоять и огонь. Все, это ват. Все, огонь. Все, это ват. Открывает когда рот, там пламя. Я дракон какой-то. Я вообще не понимаю, как Антон каждый день ел его. Антон это младший брат Вики. 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 Жены. Подруги. Подруги. Ну что я могу сказать? Я съел 50% и могу с собой гордиться. Потому что до этого я вообще не мог его есть. Ну, конечно. Хочешь попробовать? Нет, нет, нет. Ну, если, конечно, не ложка, тогда вкусно мне. Там еще и молоко у нас заканчивается. Я не... Вон там. А сейчас я понимаю, что соус-то вкусный, потому что он бы и с лицом хорошо зашел бы, и с мясом. А я ничего не ела. А у тебя тем более, у тебя соус еще вкуснее. Он как барбекю соус идет. Ничего себе. Второй миленький, больше? Я зверя, гавит. Ты свой доешь и мой за берегом. А ты что будешь есть? Я что? Я наелась. Напилай скорее, да? Только на сколько горячо? Остро, да. Остро очень. Все разъедает прямо здесь. Все горит. Вот здесь все горит. Как будто я какой-то перец съела. Прошло буквально минут 20, и я съел свою лапшу. Правда, выпил пол-литра сока, стакан молока и еще стакан воды. Но я съел, я могу с обеих гордиться. А я больше всех, по-моему, не съела. Да? Он сейчас остыл, он, наверное, сейчас не такой острый будет. Остыл, он уже перестал вот так сильно. Но все равно подгораем. Но не так, как прям до этого было. Терпимо хоть, да? У Леры по вкусу, кстати, самый вкусный рамен, я считаю. Потому что соус с нотками гриля или барбекю. Ну, такой корченый немножко, да? А у тебя давай попробуем. Ну, что-то у тебя вообще без соуса фигня. Опять начинается что-то. Начинает. Хочешь? Нет! Начинается. Зря я сказала, что нормально. Начинается. Ай! О! У тебя, да, у тебя самый острый. Я прям ел и чувствовал, как у меня все начинает гореть. Нет, я, наверное, не доем так сегодня. Жалко его выбрасывать, потому что... Полтора доллара. Это же еда. Но, с другой стороны, я, наверное, не смогу это принести. А? Я не хочу его. Он без соуса, он какой-то сухой, плюс еще мега острый, блин. Я когда заспал специи, смотрю, там только красный перец внутри. Поэтому и соленый еще. О! Вот такое видео у нас получилось. Очень-очень остро, что, вот, допустим, вот это вообще есть невозможно. Вот этот. Пульмован. Там, огненный дьявол. Это, на самом деле, так. Это дьявол. Его лучше не есть. Ну, а если вам надоело жить, вы можете съесть пару пачек и отправитесь к этому дьяволу. Это стандартная лапшичка. Полчаса назад я выглядел, как эта курочка. У меня все горело. И буквально у меня изо рта тоже выходил такой огонь. Нет, это я. Это я такое. Это я. А вот этот рамен мне больше всего понравился. Это новинка, его не было. И по вкусу он самый офигенный из этих трех. Потому что у него есть нотки барбекю. И на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать это видео. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш инстаграм. Подписывайтесь на канал моей подруги Вики. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok